На территории Хасавюрта функционирует более 20 оптово-розничных рынков, и вопрос противопожарной безопасности является ключевым. Об этом отметил первый заместитель главы администрации Бадыр Ахмедов на совещании, которое прошел в зале городской мэрии 17 апреля. На собрании в качестве основных участников были приглашены руководители торговых объектов, представители правоохранительных органов, сотрудники Управления гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности, работники Управления торговли и Роспотребнадзора. В самом начале обсуждения заместитель главы администрации Шамсу Динхалитова отметил, что на сегодняшний день ситуация в плане обеспечения безопасности на торговых точках в случае возникновения чрезвычайного положения оставляет желать лучшего, не говоря уже о санитарном состоянии и ряде других обстоятельств, где в большей степени вина лежит на самих предпринимателях, которые не осознают всю серьезность возникшей проблемы. В предоставленном слове заместитель начальника Управления гражданской обороны чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности в Ахирсултан Джангулаф озвучил ряд нарушений, выявленных в ходе проведенной проверки. Наиболее характерными являются недостаточное количество первичных средств тушения практически нет. Вот если рядом что-то загорится, проезд специальной пожарной техники становится невозможным. Из-за большого скопления автотранспорта, торговли. Вовнутрь рынок мы только ограничиваемся с улицы, а внутрь туда вообще невозможно заехать. Почему? Потому что если очередной пожар будет, ее тушить практически невозможно будет. Хороший пожар, половина рынка может сгореть. Кроме того, большую озабоченность вызывают проезды к жилым домам, примыкающим непосредственно к улицам набережной и Махачкалинское шоссе. Не все рынки обеспечены пожарным водоснабжением, отвечающим требованиям безопасности. Далее на совещании выступил начальник отдела предпринимательства управления торговли УЗА Ирихадисов, сказав, что Совет безопасности республики регулярно запрашивает отчет о санитарном и экологическом состоянии рынков на территории города, в связи с чем соответствующим службам необходимо провести совместную работу в данном ключе. Надо, чтобы хотя бы завтра, послезавтра, послезавтра, чтобы соответствующие службы, так пожарная служба, Роспотребнадзор и другие соответствующие службы, собрали глубинку информации именно касающиеся санитарного состояния, экологическое и санитарное состояние, и предоставили нам эту информацию, чтобы потом мы одну общую направили. В завершении собрания было отмечено, что в целях приведения городских рынков в надлежащее противопожарное состояние предпринимателям необходимо обеспечить свободный проезд для пожарной и другой спецтехники, а также освободить существующие проезды к рынкам от транспорта и незаконно установленного торгового оборудования в установленный срок. Вика Сулейманова, Самад Гакаев, информационная программа «Пульс». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!